Здравствуйте, друзья! У нас сегодня в рубрике «Первая работа в США» Жанна расскажет о своей первой работе. Значит, в каком году ты приехала, в каком месяце? Я приехала сюда в октябре 1995 года. И когда у тебя появилась первая работа? Первая работа у меня появилась 1 апреля 1996 года. Официальная работа. Но этого я просто иногда переубирала в какой-то квартире, но это было невероятно, очень редко. Редко. Хорошо. То есть фактически у тебя какие-то случайные преработки? Да. А в итоге ты стала работать на первой работе в качестве кого? В качестве бибиситера. В американской семье? В американской семье, в богатой. Не так богатой, как очень интеллигентной и образованной. Американской семье из Пала-Алта. Так они еще и религиозные были? Нет, абсолютно нет. Не были. Хорошо. Но вот как ты нашла эту работу? Как это получилось? Ой, нашла работу совершенно случайно. Дело в том, что до приезда в Америку я подрабатывала в Киеве. Подрабатывала в синагоге. А что ты там делала? Будете смеяться. Называлась заместитель Равина по национальному вопросу. А какая национальность? Нет, ребята, это было невероятно смешно, но в то время разрешили... Германия разрешила евреям выезд в Германию. Эмиграцию. Эмиграцию в Германию. Естественно, все поняли, что это гораздо ближе к Украине, ближе к Советскому Союзу и легче, чем уехать, допустим, в Америку. И все абсолютно начали доказывать, что они евреи. Подождите, подождите. Паспорт был не очень. Постой, постой, постой. Да. Но не было, как бы, естественного, ну, как бы сказать, отторжения Германии, как место иммиграции? Но все-таки, понимаешь, одно дело, ты ездишь в Америку... Одним лет не было. Например, моим отцом. Мы простояли с моим мужем всю ночь у германского консульства, чтобы получить аппликейшн, форму заполнить на выезд. И мы взяли для всех членов семьи, для родителей, для сестер, для свекрови. В общем, для всех, для всех. Наверное, 20 форм. Да. И когда мы пришли домой с этими, с таким, боже мой, мы целую ночь не спали, простояли в очереди. Наконец-то к открытию попали, получили эти формы. Да. И мой отец сказал, можно их выбросить. Да. Потому что даже если мне золотом вымазь дорогу в Германию, я туда не пойду. Но ведь для людей, которые войну пережили. Не только для людей, у которых родители лежат в одной яме, а в бабе яру лежат кто-то еще. Да. Это не... Ну, тем не менее, были люди, которые заинтересовались. Были люди, которые заинтересовались. И в то время очень важно было... То есть верили то ли паспорту, то ли знали, что... Ну, я никого не имею права осуждать, что люди меняли пятую графу для того, чтобы как-то получить продвижение, учиться и так далее. А разве нет, допустим, такого документа, как свидетельство о рождении? Теряли, забывали, покупали повторно. В конце концов, в паспортном столе все можно было написано. У многих людей было все что угодно написано. Все что угодно было написано. То есть там у меня была фамилия Миша Винокур, со мной учился. Который абсолютно четко был записан русским, потому что ему нужно... Это очень масса. Да, я никого не осуждаю, каждый пробивался как мог. Но когда в этом консульстве, чтобы получить разрешение на выезд, нужно было то ли доказать это с паспортом и со свидетельством о рождении, или должна была быть бумага, форма, подписанная Равином. Главным Равином города Киева. Но он же не будет. Только он. Только он. Значит, если он подтверждает, то этому документу верилось точно так же, как и паспорт. То есть германское посольство принимало это? Принимало это как свидетельство, понимая ситуацию в Советском Союзе и антисемитизм на государственном уровне. Моя задача была доказать, кто-то приходил с какими-то бумагами, на которых была написана любая национальность, кроме еврейской, и говорил, что вот бабушка моя моя абсолютно точно была еврейка, и мы имеем домовые книги где-то есть в паспортном столе, и так далее, и так далее. И вот моя задача была ездить и проверять, и доказывать. Слава Богу, Равин мне верил. Если я говорила, что это так... Но взяток тебе не предлагали? Предлагали. Хорошо. Я была честна. Хорошо. И до сих пор ею остаюсь. Хорошо. Так вот. Не важно. Когда мы уехали из Советского Союза, у меня и в моей семье мой муж тоже работал, подрабатывал в синагоге. Как? Он возил, у нас была машина. Угу. И он просто, когда были какие-то частные поездки у нашего Равина, который был американец. Угу. Американский был? Да, конечно. Равин Якоб Блайх. Откуда в Советском Союзе вам любить ортодоксы Равины советского происхождения? Ну да. Конечно, это был американец из Нью-Йорка, из Барапарка. Так. Но он говорил по-русски? Нет, конечно. А как же он, я извиняюсь, проповедовал? Ой, это было очень здорово. Хорошо. Ну давай все-таки к американской работе. Да, к американской работе. Почему я начала с этого? Потому что, то есть, когда мы приехали сюда, у нас было письмо рекомендательное, написанное главным Равином Украины. Якобом Блайхом. Так. Джекобом. Джекоб, да. Джекоб, якоб. Но прочитать мы его не могли, английского не знали. Так. Поэтому, что там было написано, мы не знали. Угу. На самом деле, не знали. Не могу понять. И когда мы приехали сюда, здесь, знаете, вот Инна Бенеминсон, другие люди из синагоги, как волонтиры. Угу. И я говорю, вот все, что у меня есть, это вот это вот письмо. Угу. И окей, оно забылось. И мы начали ходить, там, брать английские классы и все такое. И вдруг в один прекрасный день, в начале 1906 года, мне звонит Инна из синагогида. Угу. Я просто ребятам, ребятам скажу, Инна Бенеминсон, это человек, который работает в синагоге. Да. Она работала в синагоге. Как-то она была координатором. По русским правилам. Да. С русскими приезжими. Да, да, да. И она мне позвонила и говорит, что Жанна, есть одна американская семья, они ищут бебиситера для девочки четырех месяцев. Угу. Угу. Для ребенка четырех месяцев. Угу. 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 Они бы как раз совсем не против иметь бебиситером человека из России. Так. С корнями. С корнями оттуда, да. И вот на них большое впечатление произвело твое рекомендательное письмо. А у нее копия была, да? Ну, Инна знала, да. Угу. Они спросили, они обратились в синагогу. Да. Может, мы кого-то знаем. И мы немедленно вспомнили о вас. Угу. И вот, может быть, вы можете работать. А в тот момент, почему это было очень серьезно, в Америке прошла очень большая, была ситуация, описывалась везде в газетах, телевидении и так далее, когда няня убила ребенка. О, Господи Боже. Она качала его, укачивала ребенок, карала, она его стукнула, ребенок умер. Ой, именно. Это была крошечная бабочка. И после этого, конечно же, очень боялись нанимать кого угодно. Ага. Очень трудно было получить эту работу. А сейчас берут кого пополучить? Да. Очень они боялись. При том, что это была семейная пара, совсем не юная, то есть они были моего возраста, при том, что у меня уже старшему ребенку было 15 лет, хотя я тоже не родила его в 16 лет. Это там был первый ребенок, 4 месяца, маме было 34. Ага. Они относились к обязанностям. Молодая мама, сейчас 40 рожает первого. Да. Вот молодая мама, 34 лет. Бизнес у нее был дома, кстати, компьютерный дизайн. А папа работал вице-президентом в компании Sun Microsystems. Так ты приобщилась к компьютерным технологиям. Да. Именно так. Именно так. Так подожди, а что платили? Сейчас скажу. Во-первых, что еще было очень важно. Им нужен был человек, который будет получать чек. Ни на какой кэш. У нее был домашний бизнес, и поэтому она могла списывать работу бабиситтера. Да. Если на кэш ее это совершенно не устраивало. А у меня уже на тот момент муж работал рабочим на 12 долларов в час, и нам не полагался никакой вэлфер по этому поводу, и ничего не полагалось. Поэтому я ничего не теряла. Мне было все равно. То есть это был один аспект. Второй аспект, что у меня была рекомендация от Равина города Киева и Украины, и рекомендация Инна Минья Минсон и Пегги Шапира. Там они были, значит, работали с электронами. Это руководитель. Руководитель был. Да. Вот. Ребята, у меня никогда не было более сложного интервью, чем интервью на должность бабиситтера. Во-первых, мой английский, ну, был немножечко лучше, чем сказать просто high and buy. Так. Вот. Во-вторых, я имела три, у меня было три раунда интервью. Первое, я просто, ну, как нас учили приходить на интервью, я жевала курсы английского в джуйке. Да. И даже там были уроки, как проходить интервью. Я пришла на интервью, чтобы получить должность бабиситтера в костюме официальном, в туфлях на каблуках. Да. С орденами. Вся, да, почти. Тут была такая пиджачная пара. Да. Знаешь, серьезная, длинная юбка. Вот как нас учили. Так. И как потом мне сказали, это впечатлило больше всего. Что я не пришла в футболки с декольте и в мини-юбке и в шортах. Ты мне напоминаешь, есть такой анекдот, он не очень приличный. И, в общем, в патриархальной семье была девочка-попугай. И она ругалась матом. И они ее отдали, им посоветовали, они отдали ее на перевоспитание в тоже очень патриархальную семью. Там были два мальчика-попугая. Очень патриархально. Они знали все молитвы, они целыми днями молились. И ее туда отдали на перевоспитание. В общем, кончилось все это плачевно. Но я просто к чему рассказываю, что это твоя история. Она мне напоминает вот это вот. Миша, то на самом деле я не знала, чем заниматься. Я хотела что-то делать, но я не знала, чем. Убираться в доме как-то мне не хотелось. Портно в компьютер-скул я еще не начала, потому что английский был совсем на нуле. Но мы уже были. Вы уже были, но я еще о вас не знала много. Много. Чего? В стране-то я была еще меньше, чем полгода. А для детства вообще не понимала, где я. Но мне не важно. Ребята, интервью было. Первое интервью было, наверное, часа два. То есть меня спрашивали до того, возьми ребенка на руки и покажи, что ты будешь делать с ней, если она будет плакать. Покажи, как ты ее выкупаешь. Это все на ее живом ребенке, как она не боялась. Но это уже другое дело. Ну, ты же опытная. То есть я там распевала русские песни и укачивала ребенка на руки. Ребята из того, на дни прошел руки. Почти. На второй день у меня было интервью с соседями. Там была одна многодетная семья. И это было вот действительно. Они сделали расписание. Я вам говорю, у меня не было никогда такого сложного. А тот был вице-президентом Оракла, что ли? Я не понял. Кто тот? Из соседней семьи. Нет, какой-то там был сосед. Нет, я беседовала с многодетной мамой. Как мы беседовали, твоя моя не понимай. Это уже не важно. Так. Но чем-то глянулась. Я ем. И третье, я просто приехала, чтобы меня провели по нейборходу. Это было по соседним всем домам. И представили, что, ребята, не пугайтесь. Да. Потому что со следующей недели вы будете видеть этого человека постоянно здесь. Присматриваете. Присматриваете. Да, да. И, наверное, в этом спекте тоже. Вот новый человек. Во-первых, не пугайтесь, никуда не пишите. Не звоните в полицию, что здесь какой-то чужой человек ходит. И вот это будет наша новая няня. Сколько ты там проработала? Я там проработала с 1 апреля. И до первого ноября. Или до пятнадцатого ноября, до двадцатого ноября. Причиной моего ухода было то, что я почти заканчивала портнов компьютерскую. Ага. И мой муж мне сказал, что ты не можешь распыляться, ты не можешь быть и там, и там. Ты должна искать серьезную работу. И с тех пор ты тестируешь? И с тех пор я тестирую. Вот. Но до этого там было несколько, значит, ребята, тот документ, который я подписала. Когда я пришла на работу, мне переводили все наши друзья. Это был документ на сорок страниц. Агримент. Соглашение по работе. Контракт. То, что контракт. Что я могу делать и что я не могу делать. Вплоть до того, сколько раз и имею ли я право кормить кошку. Вплоть до этого. У них там кошка была. То есть это не входит твоя обязанность? Нет. То, что входит, то, что не входит. Что если там протереть пол после ребенка – да. Но помыть пол где-то, если я увижу грязь – нет. Вот. Слушай, все-таки… Сорок страниц. Я понял твою… Зарплата была сумасшедшая. Вот. Зарплата была сумасшедшая. У меня спросили, сколько хочешь. Я сказала, от восьми до десяти. Мне дали девять. Ну. Ну. Чего просила, то да. Каких не может быть нареканий. Да. Но это же было, я говорила, я хотела на руки. То есть на самом деле по чеку это было больше, ребята. Это то, что я получала в чистоте. То есть ты им в русской традиции говоришь, сколько ты на руки хочешь. Да. Я тогда не знала, что можно по-другому. То есть сколько на самом деле, я понятия не имею. Если на руки девять, то одиннадцать может быть. Ну да. Это не дорого, многие в то время по пятнадцать платили. Но, Мишенька. Нет? Это что? А может и нет. А может и нет. Ну в таких домах, в таких домах дорого. Хорошо платили. Да. Значит там было, что ланч я ем вместе с ними. Так. Это вот просто было прописано. Скажи, какой ланч хороший там был? Нет. Они все были вегетарианцы и ели кошерное мясо только по субботу. Или рыб. А так они были тощие. Ну хотя бы кошерное мясо было хорошее. Ну я ж в субботу там не работала. А, нет. У меня оно не перепадало. Ты соблюдала кашрут в это время. В другом месте. Я соблюдала кашрут, да. Нет. Семья была невероятно интересная, невероятно хорошая. Я в это же время брала кучу классов. Одна из них это была по вечерам портнов в компьютерскую. Другие это были английские классы где-то там все, что бесплатно давали. Даже буккипинг классы. Бухгалтерские курсы какие-то тоже я брала, потому что они были здесь в экшеннл-школе бесплатно. Что было бесплатно, то брала. Главное, что по-английски. Так. И вот по-английски нам задавали писать сочинение, эсэй. Домой. На дом. Каждое утро эта мэри проверяла хозяйка. Проверяла мою работу домашнюю. Исправляла ошибки и заставляла переписывать. Ну не заставят, а было. Да, да, да. Вот не случайно евреев-то недолюбливают. Почему недолюбливают? Ну вот, понимаешь, в печенке лиза. Боже, ну это же здорово. Я шучу. Я же шучу о чем я. Миша, меня брали на шоппинг. Она шла в тот же супермаркет покупать что-то. Я с ребенком на руках следовала за ней. Мы вместе. И я училась, как надо покупать, что надо покупать, как разговаривать с кассиром. Это у меня была такая школа жизни американской. Ну. И английского языка в купе. Прямо из ниоткуда и вдруг ба-бах там свалилась. И, конечно, это очень интересно. Абсолютно. Это было невероятно здорово. Кроме того, они были настолько dedicated, что они, они, это у них было необходимостью. Я должна была закончить класс по оказанию первой помощи младенцу. Так. Закончила? Закончила. Они оплатили. Окей. Они оплатили. Это было здорово. Ну что же, Жанна, я хочу сказать, что ты рассказываешь довольно экзотический случай. Так у меня было. Да, да. И справка отравина, и, значит, там кошерные худючие. Вот такие были. То есть они покупали один фунт рыбки, ну один фунт 400 грамм. На двоих человек, ну на него и на себя, и ели это два дня. Без хлеба. Без хлеба, без макарон. Да, вот так они читались. Без макарон. Они были очень маленькие, очень худенькие, такие щупленькие. Я, по-моему, могла понять не только ребенка, но и Ну что же, Жанна, я считаю, что ты получила боевое крещение, после которого работа в тестировании программного обеспечения показалась тебе раем небесным, наверное, или нет? Да. Но было, мы подружились, и это было очень интересно, когда я ушла. Я дала, кстати, как на настоящей работе, я сказала, что буду уходить. Меня попросили месяц нотис, пока найдут. И я интервьюировала каждую приходящую няню. Они просили, чтобы я интервьюировала. Жанна, ты должна открыть свой канал и вести блог, потому что тебе есть что рассказать. Это точно. Ладно, давай скажем всем пока. Всего доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok